Все ли в человеке может выздоравливать? Все ли в человеке заживляется? Да, друзья мои. Потрясающая способность. Печень. Если человеку отрезать половину печени, вырастает новая. Желудок. Отрезать половину, вырастает новая. Потрясающая способность к регенерации. Ломают кости, вытягивают, срастаются, как новые. Самая сильная регенерация у нашего языка. Если мы его прикусим, проходит несколько часов, перестает болеть. Все заживает. Но для этого нужно создать условия. А чаще всего человек мешает, не помогает, а мешает. Своими мыслями, привычками, эмоциями, неправильным образом жизни. Чаще всего мы не помогаем своему здоровью, а вредим ему. Когда мы выполняем упражнения, когда мы повышаем свою энергетику, свое настроение. Когда каждая наша мысль, каждую секунду, я здоров, я молод и я привыкаю к этому. Мы не стремимся к здоровью, мы не стремимся к молодости. Мы уже каждую секунду видим себя. Вот прямо сейчас скажите. Я молод и здоров прямо сейчас. И я привыкаю к этому. И вы почувствуете, как мурашки бегут по всему телу, как тело откликается, какое-то покалывание. Тело начинает соответствовать этому. Я такой прямо сейчас. И я привыкаю к этому. Создать условия для выздоровления, потому что выздоровление идет 24 часа в сутки. Вы порежете свою руку утром, она заживет. Ночью она заживет, днем она заживет 24 часа в сутки. Помимо нашей воли, помимо нашего желания, организм постоянно очищается, обновляется. И в нем все-все-все-все-все заживает и восстанавливается. Тогда почему люди болеют, если это происходит? Постоянное заживление и выздоровление. Потому что не созданы условия, если постоянно мешать и не давать возможности. Понимаете? Если постоянно нервничать, у человека будет язва, он не дает возможности восстановиться. Если он перестанет, оно само заживет. Зарубтуется, сформируется, все будет хорошо. И изменить эмоциональное состояние. Спокойствие и выработка каждую секунду положительных гормонов. Гормонов радости, гормонов счастья, удовольствия, наслаждения. А не гормонов стресса, перенапряжения, истощения и страхов, обидов, горе, друзья мои. Да, мы живые люди. Мы живем в обычной жизни. Нас окружают стрессы. Можно из них выходить. На занятиях мы выходим из состояния стресса, из состояния безнадеги, из состояния переутомления, из состояния озабоченности. Мы снова становимся молодые. Не только в теле, но и в душе. Чтобы вам было 16 лет. Чтобы вы смеялись и пели песни. У детей выздоровление происходит еще быстрее. Они быстро восстанавливаются. Это очень важно, друзья мои. Восточная медицина ставит во главу угла все. Совсем по-другому. Не так, как вы привыкли. Все иначе. Не так, как в европейской медицине. Выздоровление начинается с вашего настроения. Ваше настроение влияет на эндокринную систему, на нервную систему, на работу внутренних органов. И с каждой секундой, и с каждой минутой в коллективе. Все с одной мыслью. Все с одной идеей. Мы все заодно. Я здоровый, я счастливый прямо сейчас. Молодость, красота, сила здоровья прямо сейчас. И я привыкаю к этому. Каждую секунду с этого момента работает на вас. Время работает на вас. Теперь с каждой секундой вы чувствуете себя лучше, легче, сильнее. Потому что мы не стремимся к здоровью. Мы уже здоровы. Мы не стремимся к молодости. Мы уже молоды. Мы не стремимся к победе. Мы уже победители. Мы просто к этому привыкаем. Можете представить, как будто из вашей головы каждую секунду идут импульсы. Импульсы, искорки в ваше тело. Нервные, электрические импульсы. Я уже здоров, я привыкаю к этому. Я уже молод, я привыкаю к этому. Я уже силен, я привыкаю к этому. я уже счастлив я привыкаю к этому человек может все только для этого нужно время и создать условия если у вас есть время мы вместе с вами создадим условия мы вместе с вами поработаем от всей души и с полной самоотдачей с абсолютной самоотдачи друзья мои все заложены вас силы и все заложены ваш по способности к выздоровлению мы это все раскроем с богом и до встречи